Централизованное тестирование стартует в Бресте и Брестской области уже завтра, а потому в четырёх пунктах регистрации и его проведения идут последние приготовления. Испытания пройдут в основные дни с 16 июня по 8 июля и резервные 14, 16 и 18 июля. Всего в этом году выдано 36 138 пропусков для абитуриентов, желающих пройти тестирование, что на 2054 меньше, чем в прошлом. В целях контроля за ходом вступительных испытаний на территории Брестской области у нас сформированы комиссии распоряжением председателя госкомиссии. Контролем будут охвачены 4 учебных заведения высшего образования и 22 среднего специального образования. То есть постоянно будут сотрудники комитета присутствовать, наблюдать за ходом проведения как на первом этапе это централизованного тестирования, который пройдёт у нас в четырёх пунктах, и в последующем при зачислении, приёме документов, зачислении и в высшие учебные заведения. К работе в комиссиях по контролю планируется задействовать порядка 800 сотрудников комитета государственного контроля области, работников сферы образования, представителей государственных органов и общественных организаций. Как было отмечено на совещании по вопросу подготовки и проведения вступительной кампании 20-21, это экзамен не только для абитуриентов, но и для самих вузов. Процедура отработана годами, а отличия от прошлого года незначительны. Единственное отличие – это наличие нового бланка ответов. Те ребята, которые приходили у нас на репетиционное тестирование, то есть они с первого этапа видели это отличие. То есть область А была сокращена, область Б немножко наращена, как говорится. Естественно, уже при прохождении тестирования, я думаю, не вызовет их какие-то трудности при заполнении бланка, потому что ответственные организаторы будут им объяснять, что, как, куда заполнять и так далее. Новость, которая будет касаться тех ребят, которые будут получать уже сертификаты, это то, что кроме паспорта и пропуска с отметочкой тестирования прошел, они должны еще предоставлять там аттестат. Сохраняются требования рассадки на расстоянии не менее одного метра, ограничения по количеству абитуриентов не более 50, а вот возможность информирования о проходных баллах будет расширена. Предусмотрено более длительное время информирования абитуриентов о их наличии конкурса балла. Также там детализирована эта информация. Если раньше диапазон 10 баллов, который затруднялся ориентироваться об участии в конкурсе абитуриента, сейчас сделали диапазон вот этот 5 баллов, то есть как бы вот нюансы, которые сделаны в пользу абитуриента в части информирования. И уже не в 3 часа в последний день будет не в 15.00 прекращаться информирование, а в 17.00. В пунктах проведения испытаний будут организованы охрана правопорядка, дежурство медицинских работников, проверка на наличие взрывчатых веществ, будут работать гардеробы, а также места для приема и временного хранения вещей, запрещенных при работе с тестом. Обязательно наличие питьевой воды и антисептических средств. В ходе совещания подчеркнули важность климата в помещениях и создание положительной атмосферы. Что ж, все продумано до мелочей, а потому остается пожелать ребятам собраться с мыслями и получить максимальные баллы.